Молдавские полицейские раскрыли три попытки заказных убийств. В материале с таким громким названием, ссылаясь на руководителя генерального инспектората полиции Иона Бодруга, автор подробно рассказывает о том, как правоохранительные органы Республики Молдова замечательно работают. На такое сообщение незамедлительно отреагировал Государственный таможенный комитет и разместил на своем сайте заявление. В нем, в частности, говорится, что информация, появившаяся в молдавских СМИ, является попыткой ввести в заблуждение мировую общественность, исказив реальную ситуацию, связанную с раскрытием этих преступлений. В начале апреля 2013 года при проведении оперативно-ростных мероприятий в отношении лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений на территории Приднестровья, была получена информация о том, что гражданин Республики Молдова, проживающий в настоящее время на территории Европейского Союза, занимается поиском исполнителя совершения убийства на территории Европейского Союза, а именно в городе Гамбурге. Сразу после этого приднестровские таможенники приступили к проверке полученной информации. В результате оперативно-розыскных мероприятий таможенные органы собрали неопровержимые доказательства. Заказчик преступления даже передал предоплату 800 евро. На основании полученных фактических данных 13 мая сего года Государственный таможенный комитет направил письмо в адрес полиции города Гамбурга. Предложив совместно провести дальнейшие оперативные разыскные мероприятия, правоохранительные органы Молдовы подключились к дальнейшей работе только после обращения к ним сотрудников полиции Гамбурга Германии для получения информации о гражданине Молдовы, непосредственном заказчике. Эту ситуацию прокомментировал и МИД Приднестровья. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, такого рода сообщения говорят о ненадлежащем уровне взаимодействия соответствующих органов Приднестровья и Молдовы. Мы в течение года говорим об этом на различных площадках. Получили сейчас мы с вами очередной наглядный сигнал. Вы знаете, ведь Приднестровье предложило активизировать взаимодействие правоохранительных органов для борьбы с преступностью не месяц назад, а 11 месяцев. Пока продвинуться нам в переговорах по этому вопросу не удалось. Вот мне кажется, что та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, заставит задуматься наших международных партнеров и заставит задуматься наших партнеров в Республике Молдова о том, что нам нужно быть активнее, продвигаться вперед и все-таки оформить правовые рамки такого взаимодействия. В ГТК расценивают заявление начальника Генеральной инспекции полиции Республики Молдова как попытку понизить роль правоохранительных органов Приднестровья в раскрытии организации заказных убийств. По мнению ведомства, это не способствует ни наметившемуся взаимодействию правоохранительных органов двух стран, ни сближению позиций двух берегов Днестра. Ситуация неприятная в первую очередь для приднестровских таможенников. Но все же главное – это три человеческие жизни, которые удалось спасти. Ведь преступник задержан, а преступление не совершено. Сюзанна Авакян, Олег Коваленко, Первый Приднестровский телеканал.